Зеленого хозяйства 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 Ага, и уже нам нужен и стебель, да, встаем? Вот, все, я поняла. Я поняла вашу схему. Я теперь тоже могу здесь у вас работать, оказывается. С первого раза я плохо разрезала луковицы, а это убыток для предприятия, поскольку цветок с длинным стеблем ценится в разы выше. Со временем немного приноровилась к такому виду работы, и в итоге у меня начало получаться. Определенной нормы выработки для каждого работника нет. Только по скромным подсчетам одна сотрудница за смену собирает и обрабатывает не одну сотню тюльпанов. После срезки работницы начинают фасовать тюльпаны в специальную бумагу по 20 штук, чтобы они лучше сохранились при перевозке. С 12.00 до часу дня все сотрудники предприятия идут на обед. За это время в каждом коллективе четырех участков успевают обсудить последние новости, а еще и подкрепить свои силы. После перекура работники отправляются в самое большое помещение – место расфасовки цветов. Здесь десятки работников предприятия упаковывают тюльпаны, чтобы они оказались у конечного потребителя. Начальник участка цветоводства Ольга Семагина говорит, что именно перед 8 марта работы настолько много, что сотрудников привлекают к фасовке цветов со всех подразделений предприятия – юридического отдела, бухгалтерии и транспортников. На тюльпанах у нас работают все. Мы даже привлекаем с благоустройства. То есть у нас еще есть, у нас предприятие большое, мы как бы делимся, вот наш тепличный комплекс и еще есть благоустройство города. И нам помогают, приходят с благоустройства, еще помогают нам убирать эти тюльпаны. Просто своими силами мы не справимся. Ко дню Победы на газонах Ульяновска работники зеленого хозяйства высадят еще 100 тысяч тюльпанов, чтобы они радовали горожан и гостей города своей красотой и буйством красок. Все профессии нужны, все профессии важны. А это вдвойне, поскольку работники зеленого хозяйства дарят людям красоту и чистоту города. Без них вообще не будет существовать такого понятия, как благоустройство. Редактор субтитров А.Семкин